Я уже сделала маникюрчик, попила там вкусное каве, у меня в салоне угостили, купила необходимые продукты, хорошо взяла с собой рюкзак, все рюкзак вообще очень спасает, много всего туда помещается, набрала всего-всего, и сейчас я иду на пункт выдачи Вауберис, мне нужно сразу забрать заказ, и сейчас Кирюшка с Коришей и моей сестренкой уезжают на пляж, надо быстренько все сделать. И собрать, чтобы они поехали, как же я люблю теплые вода, можно приезжать в такую страну, где практически нет зимы, ну в принципе нам крымчанам тоже грех жаловаться, но я хочу, чтобы круглый гост был в таком виде. Забрала заказ с Валберис, он небольшой, но очень-очень классный, хочу с вами поделиться, возможно вы тоже себе что-то возьмете на заметку. Уже не первый раз беру гель для душа, это корейский, очень классный, 750 мл, стоит 290 рублей, он мега крутой, у него кремовая текстура, не сушит кожу, очень комфортный, экономичный, очень густой. И нам с семьей хватило почти на месяц вот этого вот флакончика, прям рекомендую, рекомендую. И цена очень бюджетная, я смотрела в магазинах корейских, для корейской косметики продаются намного дороже, чем на Валберис, поэтому на Валберис это не подделка, по штраф-коду все пробивается. Также любимые салфетки, 6 пачек, это сейчас такой вот набор, 252 рубля, очень нам нравится, когда не было воды, прям салфетки вручали, и сейчас теплое время года, очень много салфеток уходит на прогулки, поэтому заказываю довольно-таки часто. И то, что я ждала с огромным удовольствием, я, честно говоря, не считаю, что написано, я по картинке, на картинке было нарисовано 3, а оказывается написано там, что 2 тарелочки, поэтому пришлось еще заказывать. Смотрите, какие тарелки обалденные для 2 блюда, это фарфор, стоят они 1450 рублей за 2 тарелки, мне кажется, за такое качество, это просто супер, я еще заказала 4 штуки, но получается 2 набора, чтобы у меня было их 6. И корешка себе взяла вот такую вот кепочку, хочу ее тоже себе померить, потому что у меня в последнее время хочется носить кепки, очень классная такая, стильная, просто простенькая, и цвет такой очень приятный, нейтральный. Ох, как нам сейчас будет вкусно, заказали пиццы, 6 коробочек разных, это 2 сета, они горяченькие, сейчас будем... Ой, как вкусненько кушать, разное заказали, аромат такой офигенный, обожаю эту пиццу, и там сырная поляна, думаю, должна быть... А нет, сырная поляна, значит, уже была. Вот будет нам сейчас вкусно. Наелись мы вкусной пиццы, заказывали в службе доставки, есть, поесть, у нее действительно очень качественная, хорошая и свежая всегда пицца, и доставка, в принципе, у нее заняла час. Три коробки осталось, три коробки мы съели, это 2 сета, в одном сете, как бы, по 3 пиццы. Потом Каринка сходила еще в магазин, мы захотели мохито, купила мохито, сейчас мы заморозили лед, у нас не было льда, и вот хотим еще по-позже поесть пиццу, запить мохито со льдом. В общем, так, раньше бы я, вот я сегодня, например, не хочу готовить, вот не хочу, да, я вот взяла, мне есть что поесть, еще раз повторюсь, да, у нас там несколько, у нас и сырма есть, у нас есть и отбивные с сыром, с грибами я вчера делала, и пюрешка есть, и супчик есть с фрикадельками, но как-то вот не хотелось, хотелось чего-нибудь другого, и это мы уже по разу поели, и что-то не хотелось этого больше. Знаете, я бы раньше встала бы и начала бы готовить через не хочу, а сейчас я так не делаю, я себе позволяю отдыхать. То есть я заказала пиццу, и всем хорошо, все поели вкусно, и это время я отдыхала, я сейчас больше на цель на то, чтобы отдыхать, тратить свое время с пользой, или я сейчас вот прохожу обучение, меня это очень вдохновляет, мотивирует. В общем, я что вам хочу сказать, если вы не хотите готовить, ну вот плюньте, закажите в каком-нибудь доставку, голодными ваши не остаться, они вообще и благодарными будут. Муж отведет Кирилла на тренировку, у него тренировки принесли на утреннее время, в летний период, и заехал, купил сгущенки, сразу взял три банки, наша любимая, это Республика Беларусь, рогачок. Вот для меня вот самая вкусная такая вот сгущенка, по 110 рублей она такая сгущенка, кефиры, мы берем джинкольскую молочную продукцию, она мне очень нравится, будьте в Крыму обязательно попробуйте. Снежок безумно вкусный, а важен, это просто, как мама говорит, вкусный с детства, Советского Союза, вот прям попробуйте с 4%. Продукты с джинкольской немножко дороже, чем другая молочная продукция, которую производят в Республике Крым, но она действительно качественная, и состав хороший. Девочки, давайте с вами будем проводить бьюти-процедуры, бьюти-ритуалы в течение недели, и вы посмотрите, что в течение недели, если вы будете каждый день использовать какие-то средства уходовые, то в конце недели вы себя уже будете ощущать совсем по-другому. У меня жирная, проблемная кожа, неровный тон лица, но мы себе не выбираем тип кожи, мы уже живем с той кожей, которую нам дал Всевышний. Что делать? Есть разные типы кожи, и все имеет место быть. Закалываю волосы, у меня такой маленький крабик, и буду сегодня использовать вот такой вот пилинг, если у вас жирная комбинированная кожа, то пилинги это то, что вам нужно в первую очередь. Есть разные пилинги, есть именно эти пилинги, которые подходят в солнечное время года, да, а есть всесезонные, вот это вот именно от Фаберли, это всесезонный пилинг. Не обязательно покупать что-то дорогое, но у каждого человека есть возможность, да, финансовая, есть желание, но нет на данный момент, например, возможности покупать что-то дорогое. Можно покупать что-то бюджетное, и главное, каждый день симметрически ухаживать за кожей. Я сейчас буду наносить этот пилинг, он мне безумно нравится, это от Фаберли из коллекции ICO, у него такая кремовая текстура, не сушит кожу, обычно пилинги немножечко подсушивают, но за счет того, что здесь кремовая текстура, еще и очень хорошо увлажняет вашу кожу, и при этом работает отлично. Охлаждают очень классно, то, что нужно в теплое время года. Наношу его тоненьким слоем, кисточкой, ну, такой холодок, сразу кайф. Девочки, любите себя, пожалуйста, уделяйте время себе, на это не нужно много времени затращивать, главное это делать каждый день, и посмотрите, как вы будете себя ощущать внутренне, и как будете ощущать себя внешне. Знаете, когда я совсем себя не любила, я ходила как чума-чумная. Сейчас я себя люблю, это может кому-то показаться эгоистичным, но мне это состояние очень нравится. Поверьте, пока вы сами себя не полюбите, вас никто не полюбит из окружающих. Наносим побольше на носик, носик у меня немаленький, вот, но он такой, какой есть. Кайф. И буду сейчас слушать музыку и отдыхать. Так что присоединяйтесь к этому мою афончику. Вышли мы на вечернюю прогулку, сегодня мы без коляски. Темочка так нравится топать ножками. Камилка уже гуляет вовсю. Кирюшка тоже уже когда-то побежал. Ну, я за Темочем иду. Сладусик-лопатусик. Надо ему какие-нибудь стильные босоножки купить, я никак не могу его размер найти. Ну что, куда пойдем? Там мальчик покатается, давай очередь займем, потом ты... Мальчик сейчас покатается, потом ты пойдешь. Все по очереди. Давай я тебя распятаю. Камя. Она у нас гуляет по площадке, молодец, никуда не уходит. О, Кирюха. Давай, Темочка, игра с Кирюшей. Подожди, по очереди, теперь Кирюша на очередь. Все, начали, файл. Кужочек, я крестик. Ходи. Как нас этот диатез уже замучил. Крестик. Девочки, советуйте, мы сейчас пьем зодок. Темочка, давай, иди играй, твоя очередь. Вот, вот так должна. Давай. Молодец. Сейчас он скрестит. Смотри, мой сосед. Тогда я кружочек. Это ноль. Зачем ты, Кирюша, за ухо тянешь? Ходи. Кирюш, не кричи так. Ой, ну. Нолик. Он здесь... Кирюша, не кричи, Кирюша, не кричи на всю площадку. Мальчик еще катается, Тема. Я победил уже. Тема. Антонич, давай, стой, файл. Камера залезла на тренажер. Этот за голубем бежит. Кирюха, Тема за голубем побежал. Не лази в мусорке. А, не, не лази. Там рядом мусорка просто. Пошли с горки скатываться будешь, Тема. Идем. Инстаса Клар. Куда ты сюда идешь? Тема, надо... Нельзя здесь... Давай, мужичок. Он еще полегает. Ну, с этой горки хочешь, ну давай. Здесь же дорога. Кирюша говорит, я Камилку поведу, чтобы она, не дай бог, на дорогу не выскочила. Машина. Молодец. Переживает за свою сестричку. Он знает, что за ней нужно смотреть, что ей нужно помогать, что она не понимает, что это не от нее зависит. Идем мы на другую площадку. Ну, здесь тоже много народу. В прошлом году, когда вот эти площадки все открывались, здесь было, в общем, все лето мало народу. А в этом году очень много. Смотрите, какая красота распустилась. Розочки, как они вкусно пахнут. Мы с Ирочкой недавно с подругой с моей гуляли. Принюхали сегодня каждую розу. Ну, скажите, какая красота, правда? Все, какая. И здесь как все чистенько, аккуратненько. Это было просто поле через дорогу от нашего дома. Сейчас посмотрите, какая красота. Камилки неинтересные. Качели, она вот так вот просто гуляет вокруг территории. Темночке здесь все очень нравится. Она здесь девушкой с мамой поднакомился играла. Как интересно за ними наблюдать. Такой мужичок. Идем сюда, барабанок. Томик. Да? Идем. Вот так, да, по барабанам. Иди-иди, поиграй ты тоже. Ты тоже ребёнка. Конечно, можно. Действительно? Конечно. Темночка, отойди, дай девочкам поиграть. Да и что, так. Куда заполз? Не вставай. Не вставай голову. Ударишься. Давай, ползи. Ползи, ползи, ползи. Ползи, нет, ползи теперь. Давай, ползи. Нельзя сюда заползать. Ой, Елена его вытащила. Нельзя туда, всё. Кирюш, возьми его с собой туда. Нет. Так он хочет к тебе, видишь, у нас заполз. Нет. Как это, нет? Нет. Давай тогда его на качели покатаем, да. Вставай, давай. Давай. На дорогу, Темыч, нельзя выбегать. Всё, оставь его, пусть ходят. А я пока что здесь побуду. Ну, давай. Что это за домик? Артёмчик. Артёмка, на дорогу нельзя, Балам. Хорошо, здесь мало машины. Жерно уже. Пора учить. Камика. Тёма, нельзя по дороге ходить. Чёрт, 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 чёрт. Какой же он сладкий. Он ходит, как Лёшин папа. Вот у него походка. Один в один. Попка виляет, ножки кривые. Он и внешне очень похож на отца Лёшу. Он и родился был похож. Медвежонок? Девушка моя его называет медвежонком. Пока дети гуляют, я хотела бы с вами поговорить на такую тему, как мы сами себе мешаем чему-то новому в нашей жизни, да, появляться. Рядом вот здесь две кофейни, Филищета и Бостон. Мы как-то привыкли ходить в Филищета, потому что очень многие местные заходили, там мороженое вкусное сами делают. И вот как-то так вот расхвалили, и мы начали туда ходить. В основном туда ходим мы с Дашей, с подругой моей. Вот. Мои детки, Тёмочка, там Камя с Кирюшкой. Вот. И рядом кофейня Бостон, вроде тоже так там всё миленько, но мы никогда туда не заходили. Вот всегда вот хотим вечером просто отдохнуть. Чего ты, хаве попить, и дом морщили, че ты. И здесь, к ней на прошлой неделе Даша говорит. А это давай попробуем латте в Бостоне. Давай поднимайся, Кирюш, лови его к себе. Я говорю, ну я как-то скептически к этому отнеслась, и она тоже потом уже когда подходили, говорит, может тогда уже Филищета пойдём возьмём. В общем, мы решили взять в Бостоне. Взяли айс лата, который я обожаю. Девочки, мальчики, вы не представляете, какой он был вкусный. Это просто... Я такого лата не пила нигде. Я вот Даше говорю, вот мы сами себе закрыли, запретили, да, попробовать что-то новое, что-то вкусное. Хотя даже если было бы невкусно, потеря-то не большая, ну вот в чём-то у нас в голове стоит какой-то блок. И это и в жизни тоже. Мы боимся пробовать что-то новое. Да, я объявила о том, что я буду развиваться в институте, помоги мне наши писать, что это сейчас невозможно. Почему мы тут надо? Это же мы в Ютубе говорили. Ты радуйся, если хотя бы тысячу наберёшь подписчиков. На сегодняшний день у меня почти шестьдесят до тысячи, да. И всё возможно, если мы захотим. И нужно в свою жизнь искать обязательно что-то новое развиваться и делать. Здесь классная площадка для таких малышей, как Тёмочка. Много разных развивашек. Наша стильная Камилочка в новых хортиках. Так, пойду за Тёмочью. Ты мой сейчас так интересно. Музичок. Мой мусящик. Давай, держись. Ой, ой, ой. Здесь вот боюсь, чтобы не упал, поэтому надо за ним смотреть очень внимательно. Поднимайся. Вон Камичка там. Камичка. Привет. Его поставят. Может, если нет. Поставь его, чтобы он ножками сам прыгал. Тёмыч. Поставь его на батут. Да, вот так вот с ним прыгай. Кирилл, в боку спусти. Всё, пузо его нужно. Всё, давай, давай, следующий. Пусть детки попрыгают по очереди, по чуть-чуть. Тёма, подожди. По очереди я что-то хотела. Ты с ним можешь один всегда прыгать? Нет. Тёмыч хочет. Ух ты, Кирюха, какой молодец. Камила, давай с Кирюхой попрыгайся. Волшебный восток. Волшебный восток арабский, знаешь, Кирюша? Ты чё? Не модный парень совсем? Давай, я тоже. Снимать, Кирюш, подальше. Класс. Давай. Ах, как радость, Сатёма, очень. А я? Всё, пошлите домой. А во мне? Погоди. Какой Кирюша хороший ребёнок. Говорит, давай-ка, Милочка, спортом с тобой заниматься. Побегаем до дома. Мы уже идём домой, уже прохладненько стало. Ну, уже давно гуляем, два с половиной часа гуляем. Как раз Кирюшка без нас отдохнула. Она сходила на теннис. С подружкой пришла. Ну, вот отдыхает. Я как раз забрала за своих самых шумных. Машаллах. Спасибо Всевышнему за таких детей.